и снова здрасте итак тема сегодняшнего видео иерархии вливания зависимостей и я если успею расскажу и покажу как управлять сущностью ну или про entity manager если хотите и так я получаю некоторое количество вопросов из которых я могу сделать вывод что немножко я как-то быстро и может быть даже сумбурно начал рассказывать про возможности фреймворка пытаясь уложиться в 20 минут я постараюсь исправиться и более подробно рассказать о том что из чего состоит и как все работает и так давайте приступим и так для того чтобы в общем то так в прошлое видео мы сделали какое-то количество открытие в частности папок и в как из которых было видно что у нас существует специальные папки я выделал на них акцент есть папка managers есть папка факторис валидаторс также у нас есть мапперс есть какая-то папка view моделов и соответственно query пара так вот собственно играет они очень непростые папки они имеют каждое свое значение для того чтобы у вас было понятие о том для чего каждая из них мы поедем дальше и так в прошлом видео на примере лог видаун ли контроллера то есть лог контроллера я говорил как можно создать сущность то есть как можно создать end point и то есть контроллер который будет показывать сущность по идентификатору и так сказать пейджи твит ну то есть спирик спидженейшн то есть с разбивкой на странице нам для этого естественно потребуется определенные базовые штуки для так называем то есть нам какая-то нужный доступ в базе данных мои реализации ну юниту work называется этот паттерн мы реализации есть такой шаблон называется ой не шаблон извиняюсь называется nugget package который называется колобон гэнти фреймворк корр юниту work вот этот пэкедж основан на айдентити дб контекст который реализуется microsoft идентики то есть там существует юзер менеджера юзер ролл то есть управление пользователями вот а также у меня есть реализация этого же самого юниту work но уже без использования непосредственно microsoft идентики соответственно там нет юзер менеджер юзер ролл в этих обеих обоих фреймворках в этих nugget пакетах реализованы фишечки с транзакциями ну и там прочие вкусности собственно гря вы можете поставить себе в свой собственный проект и использовать их как вам удобнее там есть дать удобный но мой взгляд методы который позволяет работать сущностями так вот вот такого понятия штуки как называется там nugget пакеты и их частность реализация опускается то есть инжектица в read-only контроллер соответственно в read-only контроллер мы сможем использовать сущности обращаясь к базе данных так вот для того чтобы нам эти сущности показывать на юай ну существует как бы много споров нужно ли или не нужно показывать конкретную сущность на интерфейсе пользователя без использования в модулов дает отображение так сказать data transfer object для передачи на юай я всегда использую модулы потому что в простых приложениях которые не требуют используя модулов существует вероятность того что вы что храните в базе то и будете показывать для пользователей я же все-таки предпочитаю используйте модулы потому что они дают некую гибкость при выборе значений полей и которые можно посмотреть пользователю в частности например от roll base security когда колумбейс частности когда какие-то свойства пользователю смотреть нельзя и через you model и mapping можно это собственно говорят перекрыть и так что у нас you model model и у нас как бы частный случай они нужны по умолчанию для того чтобы в контроллере можно было полученную сущность из базы показать через page view и допустим через по идентификатору соответственно для того чтобы показать через page view нам нужны какие-то параметры типа page index page size и они называются query парамс в проекте инжектится в проект проект практически пользуется одна из тоже моих сбора который называется page list light и у нее вот эти вот штуки уже как бы зашиты принципе вы тоже можете использовать как вам заблагорассудится но ваших собственных проектах то есть получается что у меня про в этом в темпуете собрана куча проектов которые были выстраданы количеством как у строчек кода и это просто собрал в один проект теперь моя разработка как бы ускоряется там в разы да и далее раз у нас пошла такая пьянка давайте поговорим теперь про в райта был контроллер так еще раз да для того чтобы нам создать ребенок контроллер мы делаем от него наследника по частности примера лог 100 лог с контроллер в прошлом видео создаем какой-то там лог view model для просмотра сущности используем какой-то query парам и собственно говоря как увидели там бац бац и готова уже в юшка все как бы видно и работает и пейджет работает и папа иди можно посмотреть с фрэйтабл контроллер немножко все посложнее собственно говоря сюда он является наследником от read-only контроллера и сюда также вливается unit of work раз он вливается сюда также как и read-able контроллер для него нужны и viewmodel и соответственно вот эти viewmodel только на этот раз немножко viewmodel нужно побольше так как в режиме просмотра мы используем только viewmodel ну в частности lock у нас была сущность и lock viewmodel для просмотра ее то сюда еще потребуется дополнительное количество контроль viewmodel в которые приносит для операции create ну смысле создания и апдейта то есть редактирование вот так же сюда вливается query парамс это необходимое требование для того чтобы соблюсти наследственность от read-able контроллер 3-ton re-controller ну и собственно говоря у нас появляются дополнительные потребности которые в частности называются factory валидатор и маппер но если останавливаться на вот этих трех то смотрите маппер у нас это стендалон такая так сказать это сборка которая используется на гид пакет а как называется автомаппер вот валидатор нам нужен для того чтобы проверять какие сущности какой какие правила там проверки сущности перед тем как ее сохранить базу отработают какие где в каком месте нужно использовать то есть на сохранение на обновление factory нам позволяет создавать viewmodel и которые помогают при им изначально создать viewmodel и для редактирования и создания новой сущности уже с предопределенными значениями с параметрами каких-то там классов каких-то там сущностей частности из профиля можно взять настройки по молчанию какие-нибудь ну и создать непосредственно для создания каламбур получился и создать viewmodel для создания сущности и viewmodel наполнен там допустим для редактирования ключевой момент в том что у нас есть такое понятие как менеджер мы его не успели создать в прошлом видео я думаю что это неплохо потому что сейчас у вас будет представление о том что для чего и кому и как так вот ключевой момент в том что factory viewmodel мы создали в прошлом видео когда создавали каталог и нужно понимать что viewmodel мы создали и нужно понимать что мы вот эти вот классы создали не просто так а для того чтобы их собственно говоря влить так сказать заинжектить в менеджер более того весь этот менеджер требуется еще и в writable контроллере таким образом получается вот такая вот иерархия зависимостей то есть смотрите мы вчера в прошлом видео не просто так изначально создали валидатор для сущности каталог factory для сущности каталог и mapper configuration а только потому что нам они потребуются в менеджере если успею то в этом видео еще попытаюсь показать как этот менеджер создавать ну и еще ключевой момент нужно сказать в том что у нас маппер является сборкой которая сборка которая является как бы так называемый от party то есть сторонняя разработка это макпер это автомаппер который также является ноги пакетом который вы можете использовать еще где-то там своих этих своих наработках ключевый момент вот в чем смотрите у меня есть бэйс понятия для каждого из типов сущности упомянутых о в этой вот концепции да то есть у меня есть базовая реализация для факторе базовая реализация для валидатора базовая реализация для квери парамса которая пришла из сборки page list light а также есть базовая реализация для менеджера суть в том что вы можете или использовать уже существующие сборки либо реализовать свои базовые реализации либо изменить уже существующие то есть написанные мной и тем самым можете там кардинально поменять работу пайплайна то есть карба кардинально принять работу вообще фреймворка это настолько гибкая система что она как бы не имеет ограничение по части реализации тем более что исходники у вас вот все при установке шаблона существует суть в следующем помимо того что есть базовая реализация есть еще интерфейсы да то есть и допустим айфект айвью модуль factory ай валидатор ай менеджер айн т т менеджер извиняюсь то есть помимо того что есть базовая реализация вы можете вообще реализовать свой собственный интерфейс например айн т т менеджер и собственно говоря вообще по-другому там написать все что хотите но это для более так сказать продвинутых то есть пользователей кто вообще понимает если нет уже существующие наработки я думаю что они в принципе имеют место быть так на этом показ теории все в следующей части уже будем создавать менеджер вам еще раз спасибо что смотрите спасибо что комментируете спасибо что задавите вопросы и как бы как обычно ставьте лайки и подписывайтесь на канал